Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сегодня у нас 1 июня, и некоторые интересуются, как обстоят дела у Константина Игнатова, руководителя компании OneCoin. Константин Игнатов был арестован 6 марта в аэропорту Лос-Анджелеса и, по данным управления тюрем США, находятся в одном из исправительных учреждений в городе Нью-Йорк на данный момент. Таким образом, через несколько дней исполняется уже 3 месяца, как Константин Игнатов находится под арестом. Вчера, 31 мая, на сайте BehindMLM появилась следующая статья. Перевод статьи на русский. Константин Игнатов не признает себя виновным в мошенничестве с OneCoin. Предварительные слушания по делу Константина Игнатова состоялись, как и было запланировано, 28 мая. Министерство юстиции обвинило Константина Игнатова, руководителя OneCoin, в сговоре с целью совершения финансового мошенничества еще в марте. Согласно протоколу заседания по данному делу, Игнатов не признает себя виновным. В ходе слушания Игнатов также отказался от судебного преследования по обвинительному заключению. То есть прокуроры не должны были получать обвинительное заключение через большое жюри. Но поскольку данный материал написан таким сухим юридическим языком, то вот этот отрывок не до конца понятен. Это, вероятно, связано с тем, что происходило в прошлом месяце. Однако мы не знаем точно, как проходили переговоры между адвокатом Игнатова и Министерством юстиции. Если бы они пришли к соглашению, Игнатов, по-видимому, был бы освобожден от судебного преследования в обмен на признание вины. Соглашение было бы в его интересах, так как обвинительный приговор мог бы привести к более серьезным последствиям. Заявление Игнатова о невиновности говорит о том, что любые варианты переговоров пока не обсуждаются. Большая просьба к тем, кто является юристом или знаком с юридической системой Соединенных Штатов. Напишите, пожалуйста, в комментариях пояснение, как вы понимаете данную ситуацию. В частности, не до конца понятно следующее. Если бы они пришли к соглашению, Игнатов, по-видимому, был бы освобожден от судебного преследования в обмен на признание вины. В английском оригинале данное предложение звучит вот так. Если вы можете предложить более точный вариант перевода, Пожалуйста, напишите в комментариях. Тем, кто обвиняет меня в какой-то предвзятости по отношению к ванкоину, Хочу сказать следующее. Как видите, я озвучиваю ту информацию, которая есть на данный момент. Положительная она или отрицательная. В принципе, данную статью можно назвать и положительной. Константин Игнатов отрицает обвинение в свой адрес и не признает себя виновным в мошенничестве ванкоин. Согласитесь, для партнеров ванкоина это скорее позитивная информация, чем негативная. Другое дело, что несмотря на отрицание обвинений, Константин также остается под арестом. Поэтому я стараюсь освещать информацию объективно, как есть, ничего не приукрашивая. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.